Президент Беларуси, Верховный командующий, сказал, что процессом конституционным общение экспертов с обществом, с военнослужащими, в том числе, не заканчивается. Поэтому мы продолжаем турное по Беларуси, продолжаем рассказывать об общественно-политической ситуации и о последствиях этой ситуации, которая сейчас разворачивается на наших внешних границах. О том, к чему надо готовиться. Поэтому эти турные продолжаются, и в этом плане встреча очень важна, особенно с командным составом. И офицеры, и солдаты понимают, что сейчас как никогда надо быть едиными, сплотиться, не ныть, не конючить. Каждый на своем месте должен профессионально выполнять свои обязанности. Только так мы выстоим в этом геополитическом шторме. Сегодня, да, мы выступили командованием ВВС ПВО. Уникальные люди, патриотично настроенные. Я хочу сказать, что вот такой преданности нашей стране и народу, и главе государства, наверное, я мало где видел в стране. С учетом того, что у меня отчасти где-то и связана и жизнь, вот в том числе с этой частью. Речь, прежде всего, идет, конечно, об обстановке в мире, о том, как себя вести. Совсем недавно я присутствовал на расширенном заседании Совбеза Республики Беларусь. Вот сегодня будут доведены основные, скажем так, положения, которые проговаривал там президент, в том числе и в закрытой части. Расширено заседание Совбеза. Вот. И, конечно, будут проговорены те принципы, по которым нам придется ближайший год, именно 22-й год, жить. Граждане должны реагировать спокойно. Президент дал стопроцентную гарантию, что мы не будем втянуты в никакие военные действия и спецоперации. А военным сейчас, главное, выучка, отрабатывать все оперативно-тактические какие-то вещи. То по месту дислоцирования, конечно, да. Ну и это уже не секрет, что наша армия сейчас будет оснащена лучше. То есть идет закупка определенного вооружения в Российской Федерации.